В 1995 году разработан и утвержден стандарт по специальности «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и технологических машин и оборудования нефтепродукта и топливообеспечения». Получив лицензию на право подготовки инженеров по этой специальности, в 1996 году в Красноярском государственном техническом университете осуществлен набор студентов – будущих нефтяников. В 2009 году решением ученого Совета Сибирского федерального университета на базе Института нефти и газа и ОАО «Ачинский» НПЗ ВНК открыта первая базовая кафедра химии и технологии природных энергоносителей и углеродных материалов. В 2010-м в небо возносится стилизованная нефтяная вышка нового корпуса Института нефти и газа Сибирского федерального университета. На открытие приезжает Владимир Путин, тогда председатель правительства России. С момента основания Института его возглавляет Николай Довженко, доктор технических наук, профессор. На его столе тоже нефтяная вышка в миниатюре. Миссия Института была заложена при его создании. Это в 2009 году, поскольку Красноярский край с этого времени стал одной из нефтедобывающих провинций России. И к 30-му году это будет третья, третья в России провинция по добыче нефти. Это подготовка высококвалифицированных кадров, способных сразу же приступить к работе, когда они придут на месторождение. Сейчас в Институте 11 кафедр, 2 центра дополнительного образования, 4 учебно-производственных полигона и 8 лабораторий. Совместно с предприятиями нефтегазовой отрасли в Институте ведутся научные разработки по геологии нефти и газа, развитию и усовершенствованию технологий переработки углеводородного сырья, бурения скважин, разработки катализаторов для нефтехимических процессов, природоохране. Со студентами работают как опытные, именитые, так и молодые, амбициозные преподаватели. Марат Нухаев – доцент кафедры разработка и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений и НИК СФУ и член профессионального общества инженеров-нефтяников считает, что студентам нужно получать компетенции по самым современным технологиям, которые приходят в отрасль. Я преподаю студентам специальности гидродинамических исследований скважин, особенности эксплуатации горизонтальных и многозабойных скважин и компьютерное моделирование нефтегазовых процессов. Эти предметы позволяют студентам получить новые знания в новых областях, по новым технологиям, быть в тренде времени и стать интересными и ценными сотрудниками для нефтегазодобывающих компаний. Первые выпускники института доказали, что обладают высокими компетенциями в области добычи, переработки, транспортировки и хранения нефти и нефтепродуктов. 60% выпускников стали сотрудниками предприятий в составе нефтяной компании «Роснефть». Мы очень сильно надеемся на этих ребят, потому что они, по сути, знакомы с производством Ванкора, не понаслышке. Они все проходили у нас производственную практику, они все у нас проходили преддипломную практику, и, по сути, мы с ними взаимодействуем очень тесно. В этом отношении взаимодействие у нас с институтом очень плотное. Мы, естественно, со своей стороны что можем сделать? Мы помогаем институту финансированием на учебно-тренировочную базу, дополнительные какие-то выделения денежных средств. Учреждаем гранты для профессуры, для преподавателей. И, естественно, особо отличившимся студентам, которые имеют достаточно хорошие показатели в учебе, учреждаем свои стипендии. Студент Института нефти и газа Николай Лонзингер учится на кафедре машины и оборудования нефтяных и нефтегазовых промыслов и в планах его, ни больше ни меньше, стать генеральным директором крупной нефтяной компании. А пришел он в Институт нефти и газа прямиком из богучанского «Роснефть-класса». Это большой проект компании «Роснефть», который называется «Программа непрерывной подготовки кадров школа-вуз-предприятия». Я прошел две производственных практики на Ванкорском месторождении. Первый раз я был на нефтеперекачивающей станции, месяц отработал, и второй раз я был в цехе подготовки газа. В результате производственных практик я заработал себе на автомобиль. Также мне опыт, полученный на практике, пригодился для написания научной работы. Я трижды был на научной конференциях. Мы берем ребятишек со школьной скамьи, начинаем готовить их к будущей профессии нефтяника. Для них это и профориентация, для них это и углубленное изучение предметов технических дисциплин, химии, физики и так далее. Студенты Института нефти и газа живут в благоустроенных общежитиях. И свою студенческую жизнь наверняка запомнят. Они могут проявить себя и в спорте, и в науке, и в творчестве. С 2015 года в Институте осуществляется проект специального инженерного образования. Окончив бакалавриат и поработав на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе инженером-технологом, Сергей Воронкин вновь вернулся в ИНИК, чтобы стать участником этого проекта, который дает возможности для личностного развития. Сегодня в условиях современности нельзя просто плыть по течению. От специалиста ждут конкретных идей, решений. Если у тебя есть собственная идея, то здесь есть все возможности для ее реализации. Научный бизнес-проект Сергея Воронкина связан с разработкой эффективной системы вторичного использования отработанных моторных масел и социально важен. Позволяет улучшить экологическую обстановку в Красноярском крае. Институт не только дает возможность развиваться молодым и амбициозным профессионалам. Он также выполняет научные исследования в интересах нескольких крупных нефтяных компаний. В институте есть программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки. В научно-образовательном центре «Корпоративный нефтегазовый центр СФУ» есть все возможности для подготовки специалистов, способных к решению современных задач предприятий топливоэнергетического комплекса. Институт нефтегаза – достаточно молодой институт, но при этом динамично развивающийся. Невозможно сейчас находиться и быть конкурентоспособным в мире современном без использования в том числе зарубежных, передовых, как российских, так опять же повторяюсь, зарубежных технологий. Институт нефтегаза Сибирского федерального университета – один из лидеров среди университетов новой модели образовательной системы страны, построенной на интеграции науки, производства и образования. Институт нефти и газа Сибирского федерального университета – это, конечно, важнейшее подразделение университета. Как известно, решение о его создании принял лично президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, во время одного из первых своих визитов Сибирский федеральный университет, это решение как бы закрепляло организационно главную миссию университета. А именно университет должен быть неким научно-образовательным подбрюшьем, платформой интеллектуальной для разворота России на восток, для тесного сотрудничества с крупными предприятиями, которые являются локомотивами нашей сибирской экономики. Продолжение следует...